Как не пытается руководство страны уйти от формулировки «кризис», этот кризис все-таки существует, о нем говорит и программа, названная в его честь «антикризисной». Чего нет в экономике, так это драматизма, уверен Владимир Путин. Чем обусловлены проблемы в российской экономике, куда продолжим двигаться в 2016 году, прогнозы по основным показателям, а также что делать простым гражданам. Об этом рассказал постоянный эксперт на кануне ТВ, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Эксперт предрекает в 2016 году падение цены на нефть до 30 лет. И даже до 20 долларов за баррель, отсюда и 80-100 рублей за доллар. Кроме того, Владислав Жуковский видит в 2016 году снижение инвестиций на 5-6%, урезание адресных программ, снижение складских запасов, отсутствие роста либо снижение зарплат у 85% жителей России, инфляцию в 15-20%, а следовательно, падение розничных продаж рекордно за 70-летнюю историю, падение потребительских расходов россиян и, как следствие, снижение ВВП на 7-8%. Хотя вероятны и положительные моменты, например, резкий рост курса валюты до 60 рублей за доллар, но ненадолго, уверен эксперт. Время пройти точку невозврата и пройти эту красную линию, после которой уже не будет возможности ничего изменить. Надо понимать, что российский кризис – это сугубо наш собственный внутренний системный, сфотурно-конъюнктурный кризис, поэтому никакие внешние шоки нам, по большому счету, не могут помочь. Внешние причины, если будут носить позитивный по отношению к России характер, этот характер будет очень-очень краткосрочным, ненадолго временным. Тут же самый скачок нефти на нефть до 60-70 долларов в баррель, он, в самом деле, не даст нам и дискрес, а просто на несколько процентов снижает темпы падения ВВП и несколько замедлит темпы деградации нашей экономики. Ни Китай, ни Америка, ни Европа, ни вообще весь мир за нас наши проблемы решать не будут. Эксперт уверен, что государственные СМИ будут стараться не замечать ни кризиса, ни пресловутого драматизма в экономике. И несмотря на то, что антикризисный план не выполнен более чем на 35%, несмотря на все результаты 2015 года, кадровых изменений в правительстве не предвидится. Что касается того, что делать, то сритяженность жить и радоваться. Хочу делать, это вариантов, но нет, как бы с позитаника не сойдешь. Здесь задача минимум, постараться на падающей экономике, и попасть в число аутсайдеров, и быть через тех, что сильнее всего заплатят своим кошельком и своим уровнем и качеством жизни за проследящийся бардак. Удача просто-напросто не предрешать какие-то совсем понятные, простые, в общем-то, морковые ошибки. Уберечь себя от панического, хаотического, необдуманного принятия решений, что показывает практика, и именно вот эти необдуманные действия, они проводят колоссальным потерям и финансовым, и психологическим, и здоровью, чего-чего угодно. Но уже понять, что кризис серьезно долгий, что выхода из него пока нет, не намечается. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».